С это Снежана, Снежана это С, добро пожаловать на канал Bird Space Подпишись! Всем привет, меня зовут Снежана и сегодня у нас будет очень грустное видео. На самом деле я давно хотела поговорить с вами об этом, но скажем так, я не могла понять, как мне правильно преподнести эту информацию. И сегодня, можно сказать, появился материал, на базе которого я могу рассказать вам о содержании разных видов попугаев в одном доме. Давайте перейдем к делу, я сразу расскажу вам историю, которая случилась с птицами одного человека, и этот человек разрешил мне поделиться этой историей с вами. Хочу поделиться печальной историей. В общем, у меня жили 12 Амадин, рисовые, попугайные, японские и зебровые. Все замечательно. Птички жили в огромной клетке из оргстекла, и на мамин день рождения мы решили купить попугаев. У нас когда-то жил Жако, и маме хотелось снова завести попугая. После трех часов прогулки по птичьему рынку мы, наконец, купили монаха Калиту. Шесть месяцев. Привезли домой. Попугай крайне негативно отреагировал на птиц. Я сначала думала, что они смогут жить вместе, но нет. Мне пришлось пересадить Амадин в более маленькую клетку, ведь попугаю нужно много места. Конструкция такая. Снизу стоит огромная клетка с попугаем, а на ней безна. Маленькая. То есть попугай их видел. Рудко орал на них. И вот однажды я приехала с учебы. Как обычно, зашла поздороваться с птицами. А у них вся клетка была забрызгана кровью. А одна птица лежала в кормушке. Я ее достаю, а у нее одна лапа просто висит. А на второй перекусано сухожилие между пальцами. У другого зебрика полностью все пальцы оторваны и валялись в клетке у пугая. А у зеленой пугайной Амадины нет пары пальцев. У остальных по сравнению с уже без лапами мелкие повреждения. Я быстро ставлю дно Амадином. Попутно перевернула пару горшков цветами. Хватаю в коробку самых пострадавших и бегу в ветеринарку. Там им удалили конечности. В итоге один без одной лапы. Другая без обеих лап. А зеленая всего лишь без двух пальцев. Я прибегаю домой, открываю коробку. А зеленая Амадинка уже умерла. Ох, как я ревела и билась в истерике. И вот, прошло уже полтора месяца. У всех все раны зажили. Самое удивительное, что самое активное и поющее именно без лапы. Живет в кормушке, летает, кушает и пьет. В общем, сейчас все хорошо. Попугая я не виню. Это была конкуренция. И попугай боролся за территорию. Он все через клетку хватал за лапы и отрывал. Главное, что сейчас все хорошо. После прочтения этой истории, я думаю, вы понимаете, что содержать одинаковые виды птиц не лучшая идея. Точнее, их можно содержать и на примере этого человека. И на моем примере вы в этом убедитесь, потому что после совершенных ошибок человек уже более внимательно будет относиться, как казалось бы, к каким-то маленьким деталям. И я не виню ни человека, я не виню ни птиц. Скорее, даже не знаю, как это выразиться. Мы пока не набьем сами шишки, мы не поймем, как нам поступать. И знаете, у меня была тоже такая история. Я тоже с вами ей поделюсь, чтобы вы в первую очередь не ругались на человека, на эту историю. Я поделюсь с вами и своей историей тоже. У меня был волнистый попугай, вы знаете. У меня большие попугаи вместе живут. Но я их теперь вместе не выгуливаю. В принципе, тогда не выгуливала. Но один раз случилось так, что моя птица в мое отсутствие выбралась из клетки. Это не моя вина. Это, скажем так, клетки, знаете, с такими поднимающимися дверьками. Вот такая вот дверька. Только в той клетке были такие же кормушки. И птица научилась ее открывать сама. Я об этом не знала. И птица научилась открывать эти дверьки. И поэтому я не советую вам покупать клетки с легко открывающимися дверями. Я теперь такие тоже клетки не использую. Но все-таки был такой случай, что моя птица открыла эту клетку, полетела. В общем, моя какая-то птица ее укусила. И я прихожу. Тоже кровь. Моя волнушка сидит на полу в крови. У нее был перелом лапки. Но, слава богу, что все обошлось. Все хорошо зажило. Я знала, как действовать. Знала, что мне делать. Но все-таки будьте аккуратны. Даже одинаковые виды птиц, даже волнушки могут подраться друг с другом. Даже ожереловые могут друг у друга не то, что покалечить, а даже убить. Потому что таких историй полно в интернете. И я призываю вас, чтобы вы учились на чужих ошибках, чтобы вы не совершали ошибки. Будьте внимательны и осторожны. И спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал и поставьте пальчик вверх. Мне будет приятно. До новых встреч!